Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Ирина и вы на моем канале. Пришло время заняться моим беглибчиком. Я совсем недавно вам его показывала. Случилась у него проблема. Я так думаю, что это из-за жары. У него возникла повторная бактериальная гниль. Ровно год назад я его приобрела в магазине Лето. Тоже с гнилой шеей. Все вроде бы подлечили. Все было хорошо. Он так хорошо нарастил себе корневую систему, листики. В общем, я радовалась и ждала цветонос. Но в такую жару проявляются все бактериальные заболевания, которые где-то, возможно, спали. Поэтому лучше всего для профилактики обрабатывать свои орхидейки противогнильными препаратами. Чтобы не возникла такая проблема, как у меня с этой орхидейкой. Конечно, когда большая коллекция, уследить крайне сложно. И я сейчас общаюсь с несколькими орхоблогерами, орхолюбителями. Так вот, из-за жары были уже потери. Мне удалось вовремя заметить и предотвратить. Сейчас на ваших экранах как раз орхидейка. Беглиб. Я и шею замазала именно фундазолом. Кстати, по поводу фундазола было столько споров. Но я проконсультировалась со специалистом, с агрономом. И узнала вот такую статистику. И я думаю, что это будет знать всем очень интересно. Так вот, Максим Дачник. Это хороший препарат, который действует все-таки поверхностно. Не глубоко, вглубь орхидеи препарат Максим не входит. Особенно, когда мы смазываем точечно чистым препаратом Максим. Он действует только там, где поражение. Собственно, а препарат фундазол, он впитывается в орхидею и действует именно глубоко. Я вот сейчас даже подумала о том, что первый раз, когда я ее лечила, я все-таки шею замазывала точечно Максимом. Возможно, из-за этого мне не удалось полностью побороться с болезнью. И препарат Максим хороший, и препарат фундазол. Если он сертифицированный, он тоже очень хороший. И Максим действует поверхностно, а фундазол, он действует как бы вглубь орхидеи. Я думаю, что это будет даже очень полезная информация. Но видите, какая загвоздка. Очень сложно найти сертифицированный фундазол. И говорят, что его перестали выпускать в маленьких упаковках. И его можно купить только большим мешком для больших таких масштабных обработок. Поэтому мне удалось найти на сайте Цветы Юга, в группе ВКонтакте. Продается он на развес. Если вдруг это кому-то будет интересно, я знаю, что будут спрашивать, где я брала фундазол. Я брала там, и я знаю, что там он сертифицированный. Поэтому я не боясь обработала. Все меры предосторожности вы видели как раз таки в предыдущем видео. Сейчас я хочу сделать повторную обработку противогнильным препаратом. Препаратом очень хорошим, который мне нравится. Это препарат один из моих любимых. Называется Фитоловин. Вот так вот выглядит упаковочка. Я знаю, что он продается в разных расфасовках. Есть ампулы, которые дозированы 2 мл на литр. Идет ампулка 2 мл, по-моему, даже 4 мл есть. У меня вот такой вот во флакончике. Очень удобно. Покупаешь, да, и всегда он есть в орхоаптечке. Мне очень нравится этот препарат. Сейчас я буду использовать. Почему же на столе стоит 3 орхидеи, да, а не одна? С другими орхидейками все в порядке. Но сейчас я решила, что для профилактики необходимо обрабатывать орхидеи, которые когда-либо были поражены инфекцией, да, вот этой вот гнилью. Собственно, все нужно обрабатывать в такой жаркий период препаратами противогнильного характера. Смотрите, еще какой важный нюанс. Мы обрабатываем не в самое пекло, не в самую жару, а или рано утром, или поздно вечером. Это все делается для того, чтобы орхидейка, опять же, не испытала такого жуткого стресса от того, что, да, очень высокая температура, полили, да, и опять же, при высокой температуре и растение все равно нагревается, и вот эта вот влага, которая вдруг где-то попадет в пазуху, неблагоприятно может сыграть на орхидее. Поэтому мы делаем или температуру в помещении ниже, ну, с помощью того же кондиционера, сплють системы, вот, или же все-таки рано утром или поздно вечером. Вот, сейчас у меня утро, и я хочу обработать орхидейки, потому что, если честно, я хотела подождать хотя бы недельку, да, чтобы ее не поливать, но у нас сейчас в такую жару день идет, наверное, за три, и все горшки просыхают очень быстро. В двойных горшочках я оставляю воду, но она все равно очень быстро просыхает. Буквально наливаешь и видишь, да, что там уже минимальное количество воды осталось. И я сейчас, если раньше я, например, поливала орхидеи, ну, допустим, там, раз в четыре дня я проходила с леечкой и подливала там, где считала нужным, то сейчас я с лейкой хожу каждый божий день. И если я где-то вижу, что орхидейка, да, подсохла, сразу же увлажняю. Особенно сверху стараюсь увлажнять мов, потому что это увеличивает влажность, да, в том месте, где растет орхидея. И это, конечно же, благоприятно играет на состояние орхидеи, потому что влажность в такую жару играет немаловажную роль. Если будет так жарко, еще при этом сухой воздух, орхидея начнет терять тургор, поэтому влажность нужно поддерживать. Ну, и, конечно же, стараться сбить температуру хотя бы вентилятором и увлажнением полотенец, котель, емкости с водой, которые будем, да, расставлять в зоне, где располагаются растения. Так, все, многое рассказывать для того, чтобы у вас не было никаких критических ситуаций с орхидеями. А мы, собственно, приступаем к поливу с фитоловином. Фитоловин я развожу с расчета 2 мл на 1 литр воды. И сегодня я опрыскивать не буду, просто полив. Так, чтобы не попадать в пазухи, только попадет на корневую систему. Еще были такие комментарии по поводу того, что орхидеи посажены в мох, и это влагоемкий субстрат. Но, опять же, влагоемкий он настолько, насколько мы его поливаем. Естественно, любой грунт можно переувлажнить. И также, если грунт влагоемкий, можно просто поливать его минимально. Я обычно во мхе не замачиваю ни в коем случае орхидеи. У меня идет вот такой вот минимальный полив с леечки. Вот так, чуть-чуть. Не может быть никакого переувлажнения орхидеи, если идет такой минимальный полив. Наоборот, мох равномерно распределяет влагу по корневой системе. И орхидея чувствует себя замечательно, особенно если там еще присутствует живой мох. И мои орхидеи в мхе чувствуют себя прекрасно. Я вижу результаты, я вижу, какая шикарная корневая система. И если бы орхидея не нравилась именно в этой посадке, то она бы именно гноила бы корни. От того же, например, неправильного полива, или сильных просушек, или переувлажнения. У меня же в горшочках с мхом такого не происходит. Все орхидеи растут замечательно во мхе. И даже вот я смотрю на состояние своих орхидей, и мне нравится сажать все больше и больше орхидей именно в мох, а особенно в живой мох. И также мне нравятся посадки в керамзит. Вот это, например, орхидейка. Я ее тоже очень долго лечила. У меня была такая ситуация. Мне муж ее подарил 3 года назад. Тоже у нее была гниющая шея. Так, вот я вам покажу эту красавицу. Я ее вылечила. Причем она была с уценки с Леруа Мерлен. Многие помнят, потому что гадали, какого она будет цвета. И вот тоже все вроде бы было с ней хорошо. И тут в один момент, кстати, прошлым летом, опять же, в жару, у нее опять началась бактериальная гниль. Я, если честно, испугалась. Очень долго ее лечила. И Максимом, и Фитоловином. И, кстати, еще экстрактом хвои лечила. И она пошла на поправку. Вот, все с ней замечательно. Правда, она у меня еще потом упала. И сломала свой цветонос, который она выпустила после реанимации. Но она не остановилась. И из спящей почки на цветоносе выпустила новый цветоносик. И все-таки порадовала меня своим цветением. Сегодня, именно для профилактики, я поливаю ее фитоловином. Чтобы, не дай бог, не возникла повторная бактериальная гниль. Ни в коем случае. Вот. Что хочу вам посоветовать? Конечно же, наблюдать за своими растениями. Частый осмотр, конечно же, сделает свое дело. И вы сразу же заметите, если вдруг с вашей орхидейкой будет что-то не так. Но еще хочу вас предостеречь, что сейчас в жару многие орхидеи просто отсушивают нижние листья. Чтобы все-таки восполнить свои жизненные силы. Возможно, даже восполнить влагу, которой не хватает растению. Поэтому не всегда нижний желтый лист это плохо. А в большинстве случаев это даже хорошо. Когда лист начинает желтеть именно с кончика. И постепенно он иссыхает к шейке. Вот. Если же наоборот, то нужно бить тревогу. И сразу же снимать лист. И проверять, что там внутри. Что происходит с шейкой. Вот. Такие вам сегодня советы. Надеюсь, вам это видео будет полезным. И на этом я сегодня буду с вами прощаться. Всем пока-пока. До новых встреч. До новых видео, мои хорошие. Пока-пока.